всем привет кому интересно сколько будет стоить такой дом дом одноэтажный сделан из клееного бруса 200 на 200 в нем примерно 90 квадратных метров у этого дома два входа один главный другой в сад значит будет два крылечка первая прихожая полтора на полтора в доме две комнаты одна из комнат 4 на 4 потолки сделаны из имитации бруса во всем доме ванная комната два на три с половиной большая комната 4 на 5 размера сделан камин с функцией печки печь камин и размеры кухни 4 на 4 начинаем дом строить самого начала в конце каждого этапа будет сумма в конце суммируем и узнаем сколько стоит с площадкой под фундамент в этом месте повезло получается только нужно снять плодородный слой дальше идет песок и углубляться на полтора метра ниже мы не будем никаких свай бурить тоже не будем остается только выровнять эту площадку в горизонт дальше размечаем дом как он будет стоять проверяем диагонали фундамент будем заливать высотой 90 сантиметров шириной 40 сантиметров и будет два входа у которого толщина будет составлять 20 сантиметров палубку для фундамента выставляем таким образом по периметру заколачиваем 4 стойки и отмечаем на них нужный нам горизонт стойки будем ставить через метр каждую вторую стойку забиваем и крепим временно на растяжку чтобы эта стенка была вертикально и не заваливалась и стенку опалубки начинаем собирать сверху чтобы нужно горизонт уже был нужной точке а нижняя доска если немножко будет не убираться то легко подкапывается лишняя высота стоек убирается и таким методом мы проходим все наружные стенки опалубки раскрепляем чтобы они не качались и по плану у этого дома есть два входа с одной стороны и с другой мы сразу же делаем тоже внешнюю опалубку и для них а пока мы собираем опалубку один человек у нас заготавливает сетки сетка три полосы из арматуры 12 сверху и три полосы снизу чтобы было проще устанавливать сетки начинаем с труднодоступных углов сходов входа у нас толщина 200 во вход сетку установили сделали внутреннюю опалубку теперь расставляем каркасы на весь периметр дома у каркасов между собой перехлёст 45 сантиметров 50 связываем вязальной проволокой расставив каркасы по всему периметру фундамента его связали переходим к следующему этапу работы делаем внутреннюю опалубку поперечные доски делаем зеркально с внутренними щитами скрутив щит подымаем его на свое место меж щитами делаем арматурки 40 сантиметров чтобы фундамент был толщиной строго 40 сантиметров и всю опалубку будем мы скручивать соединять шпильками шпильки у нас 12 устанавливаем на каждую стойку по 2 шпильки и таким способом скручивая опалубку больше никаких крепления нам не потребуется фундаменте есть один момент будет печка фундамент заливаем метр двадцать на метр двадцать и усилим арматурой что когда будет заливаться бетон будет очень большая нагрузка чтобы этот кубик не развалился не разъехался дальше остается сделать фундамент под ванную комнату в основном фундаменте в опалубке вырезаем два отверстия делаем внутреннюю опалубку набираем также сверху вставляем сетки с ветки связываем с основными каркасами и собираем такими же щитами эту опалубку все стойки делаем зеркально все углы внешне у опалубки усилием шпильками при установке шпилек во внутреннюю часть опалубки где будет бетон мы эту шпильку проводим через пластиковую трубку чтобы в будущем эту шпильку можно было легко вытянуть и она задействуется на следующем объекте по периметру фундамента для проветривания подвального помещения врезаем пластиковые трубы толщиной 150 чем удобно такие пластиковые трубы для них предусмотрены крышки зимний период их можно закрыть в летний период открыть ну вот и все опалубку мы выставили выглядит она у нас вот так никаких лишних подпорок у нас нет вся опалубка держится на шпильках выгородку для печки усилия металлическими полосами ну вот и все можно принимать бетон бетон мы принимаем с помощью бетона насоса сначала заливали половину опалубки проверили как она себя поведет но потом решили что можно заливать ее полностью с уходом и то что получается толщина опалубки из дюймовой доски стойки шагом метр при высоте 90 сантиметров и толщине 40 сантиметров хватает всего 2 шпильки бетон мы заливаем летом сейчас у нас то жарко то дождик верхнюю часть бетона закрываем пленкой и только лучше закрывать для того чтобы бетон быстро не высыхал на этом фундаменте дом будем собирать из клееного бруса толщиной 200 на 200 дальше опалубки дадим постоять пару дней и затем ее разберем ну вот получается первая сумма за фундамент сюда входила работа трактора опалубка доски бетон арматура первый этап азади фундамент теперь возводим стены стена возводить будем из клееного бруса 200 на 200 чего начинаем все по порядку сначала нарезаем подготавливаем не швенцовое утепление уплотнитель делом это из подложки нарезаем кольца дальше на подкладочную доску прибивается джут как снизу так и сверху перед этим раскладываем гидроизол следующий этап раскладываем нижний полу бревна они у нас состоят из двух частей посередине их будем сшивать металлической ершистой полосой для начала собирается нижний нет слова бревна это у нас цифры а продольная бревна это у нас буквы теперь находим буквы и замыкаем цифры для удобства сборки фундамента чтобы не ходить по земле делаем пол лаки расставляем 200 на 100 шагом 60 сантиметров следующий этап по сборке бруса обязательно нужно проверить все диагонали чтоб каждый угол был 90 градусов чтобы при отделке потом не было проблем это нужно сделать обязательно и чтобы предотвратить смещение нижнего венца в каждом углу сверлим отверстие и будем забивать металлический штырь в нашем случае это будет арматура из металла также натягиваются шнурки и по шнурке выравнивается вся стена и тоже забивается металлические штыри нижний стенец выставлен теперь прибивается в пазы специальное утепление которое сделано из подложки длинные части стен сводится на брусках затем забивается металлическая ершистая полоса обматывается утепление синтикон и отпускается на свое место и по такому сценарию собираем весь дом сначала кладем продольные брусья поперечные не забывать межвенцовое утепление пристреливать скоплером в чашку закладывается синтикон дальше объяснять мне в принципе ничего все смотрите сами моя задача показать вам за сколько можно собрать весь дом вот этот этап сейчас у нас идет разведение стены тоже посмотрим сколько потребуется времени на это на фундамент я напомню ушло шесть дней я вообще покажу в принципе сколько нужно дней построить весь дом чтобы в него заехать жить дальше у следующего ряда открываются двери двери в комнаты это самое главное не развернуть потому что это очень легко в таком доме сделать бывало случаи что делали комнату наоборот обязательно смотреть проект и дальше каждый второй ряд сверлится сверлом по дереву и забивайте туда деревянные нагеля это делается для того чтобы на длинных стенах не было разворота выборота в принципе у такого бруса их практически не бывает но как говорится нужна перестраховка везде дальше ставлю видео на ускорение чтобы вы посмотрели это все побыстрее что вам было более интересно не занимать вашего драгоценного времени вот подходит первый день по сборке бруса получилось построить примерно около семи рядов поставить первые ряды собираются полегче потому что не нужно задействовать никаких лесов ну а теперь начало второго дня начинаем с того же самого раскладываем утеплитель синтепон продолжаем сборку бруса ну вот на второй день уже начинаются сложности что брус мы закидываем а пути чашки неудобно для этого нам нужно сделать леса леса у нас двухметровые для начала мы их ложим набор проходим еще рядов 6 и эти леса придется нам перевернуть еще раз на двухметровую высоту но вот подходит второй день завершение собрали мы еще 7 рядов в общем в этом доме 19 рядов за два дня собрали 14 до продолжаем собирать третий день сборки бруса леса переворачиваются на высоту 2 метра перекрываются двери потом перекрываются окна возведение стен закончилось брус закупался 21 году еще по 36 тысяч за куб сейчас цены взлетели 52 тысячи получается такая сумма за 40 кубов чтобы торцы не лопались не трескались закрываем их тканью дом будет одноэтажным верхняя чашка закрывается таким же полу гривно вся плоскость дома ровно следующий этап это у нас перекрытие идет делается на этом перекрытие крыша крыша будет вальмовая дом у нас 9 на 12 прикрываем балками 200 на 100 шагом 59 сантиметров на доме присутствует центральная стена на которой соединяются балки и все балки крепим к дому длинным глухарем на 300 таким же методом скручены верхние два бруса у дома это делается для того чтобы стропильная система крепко держалась за дом возможности привязать проволокой в этом доме нет при установке балок перекрытия крайней балки до стен не доводим метр делается для того чтобы было удобно крепить короткие балки они крепятся также на глухари с торца забиваем 300 гвозди диагональную балку тело под 45 по всему периметру торцуем балки прикручиваем лобовую доску дальше вставляются заглушки по наружной стенке дома это делается для того чтобы не вываливался утеплитель был защищен у дома размеры где вам перекрывается первый этаж брус 200 на 100 делается пол черновой сплошной подшивается снизу дюймов к черновой пленка утеплитель верхний брус подшивается также черновой подшив пленка утеплителя сверху сплошной настил из дюймовой доски это цена крыша вальмовая по короткости не делим пополам получается 4 с половиной метра дальше от центра этой стены отмеряем 4 с половиной метра здесь будет ставится стойка из этого места будет расходиться диагональные ноги с противоположной стороны делаем тоже самое место для под конькового бруса мы нашли у него получилось 2 метра длина собирать будем его из бруса 150 на 150 временно делаем подкосы из дюймовой доски дальше изготавливаем 4 диагональных ноги их сколачиваем из двух досок пробиваем сто двадцатым гвоздем загибаем дальше устанавливаем эти ноги самое главное запилить пятку и установить в нижней части этой диагональной ноги одинаковым размером клубовой доски верхнюю часть сводим в центре распиливаем сколачиваем гвоздями установили все 4 диагональных ноги следующий этап нужно их выровнять потому что они кривые для этого натягивается шнурка и временным подкосом вытягиваем к шнурке эту ногу и делаем раскосы и дальше уже можно устанавливать постоянные стойки постоянные подкосы все с диагональными ногами закончили выправили выровняли дальше приступаем к установке стропил для установки стропил в нижней части диагональных ног натягивается шнурка чтобы все стропила подводились именно к ней и верхней части ближнее который у нас есть по горизонту два метра мы тоже натягиваем шнурку потому что материал брев пять лучше делать так диагональной ноге стропила запиливать удобно когда есть шаблон у нас есть шаблон нижней части стропила и верхней части ступила промеряется от вверха до шнурки размер выставляется и строго по шаблонам отпиливается и тогда быстро с тропи лина устанавливается эндиго на ноге сшивая стропило в нижней части к балкам и верхней части в диагональной ноги используем always the 120-150 с установкой стропил мы закончили. Дальше перебираемся к нижней части крыши. Нам нужно закрепить запиленные концы стропил с балками. Это мы делаем деревянной накладкой, проколачиваем гвоздями, гвозди загибаем. Балки прикручены у нас к дому, то есть получается крыша вся теперь прикручена к дому. И при случае сильных ветров будем надеяться, что эта крыша останется на своем месте. Крыша получилась у нас небольшая, самая длинная стропила 5,50. Усиляем длинное стропило. Мы от центрального прогона делаем подкосы и доводим их до стропил. Под стропила прикручивается доска 50 на 100. Она выжимает все вверху, все проколачивается гвоздями, прокручивается проволокой. На этой крыше контрберешетку пленку устанавливать не будем, потому что делается мягкая черепица с фанерой. Конденсировать она не будет. Под каждый лист USB устанавливаем 5 досок. Смотрите, каким методом утепляется этот фундамент. Он крепится к самому фундаменту и под низ фундамента раскладывается плита утеплителя. Дальше идет установка USB плиты. Для нижнего ряда лучше всего натянуть шнурку, сделать отметки и выставить их именно так. Это делается для того, чтобы на карнизе не было никаких извилин. Дальше устанавливаются будут капельники, чтобы было все прямо. Швы между плитами делается 5-6 миллиметров. Устанавливаются в шахматном порядке. В коньковой части крыши оставляется отверстие для аоратора, вентиляции крыши. Теперь остается нам сделать трубу для вентиляции и закрыть кровлю. Получается вот такая сумма. Вместе с подшивами, с водосточной системой. В случае стенки расклешенная, чтобы труба смотрелась интереснее. Дальше весь каркас прикручивается к крыше. Этот каркас трубы собирался на земле. Предварительно на листе USB была нарисована форма трубы. Дальше весь каркас обстреливается под кровельным материалом. В нашем случае он самоклеющийся. И следующий этап. Это металлические углы 150 на 150. Они обносятся вокруг трубы. Делается сначала нижнее примыкание. Загибаются края кверху. Дальше делаются боковые. Они загибаются книзу. При монтаже углов с друг дружкой соединяю битумным клеем. Боковое примыкание. Верхняя часть загибается за трубу. И все. Дальше обшиваются боковые стенки трубы. Мягкой кровлей сначала делается стартовая, потом вся кровля. На нижнюю часть примыкания, чтобы спрятать цвет железа, отрезаем лепестки от кровли. Приклеиваем, чтобы они не выделялись. Углы у трубы после кровли скрываются коньковой черепицей. Теперь можно доводить кровлю до трубы. Обязательно на примыкание делается с битумным клеем. Верхнее примыкание за трубой. Бока загибаются вниз. Под добор обязательно добавить битумный клей под углы. И дальше вся кровля за трубой соединяется. Труба готова. Осталось заказать колпак. Ничего сложного в изготовлении такой трубы нет. Главное желание. Все получится. Осталось в верхней части вырезать отверстие под трубу. Замеряю брусок в высоте. Я оставляю 5 см на усадку. Ширина паза 5 см. Брусок делаю 4,5 см. Дальше будет джут. И для него оставляю зазоры. Саму окотячку делаю из строганной доски. 190 на 40 см. Боковые стойки отпиливаю по длине бруска. В чем плюс таких откосов, они изнутри уже будут чистые. Все делается аккуратно. Четверти под окна делаются из строганного сухого бруска. 30 на 40 см. Толщина бруса 200 мм. Доска строгана 190 мм. Брусок приколачивается со смещением. Перед сборкой все элементы окосячки лучше всего покрасить заранее. Я крашу колеровным маслом. Вставляю нужную ширину окосячки, приколачиваю финишным гвоздем. Затем переверну и прокручу саморезами. Середину бруска проверяю уровнем. Бывают бруски неровные, выдавливаю, приколачиваю. Чтобы брусок крепко держался на доске, с обратной стороны прокручиваю саморезами. При этом шляпок от саморезов видно не будет. Дальше переворачиваю, прикручиваю заранее приготовленные бруски в нужном месте. Дальше с помощью степлера пристреливаю джут к доске. Боковая окосячка подготовлена, можно устанавливать. Боковую окосячку установил. Дальше завожу в верхнюю доску. С обоих сторон делаю зазоры сантиметра по полтора. В дальнейшем это место проконопатится утеплителем. Дальше устанавливаю верхний брусок для четверти окна. Дальше проверяю всю окосячку по горизонту, по вертикали. И в нижней части окна, в нижний брусок креплю саморезами. Саморез закручиваю в толщину, где будет стоять окно, чтобы его не было видно. Дальше заготавливаю наличники. Наличники из доски 140 на 2. И покрываю в два слоя с обоих сторон перерывным маслом. Чтобы наличники смотрелись интереснее, уголки отпиливаю по 45 градусов. Потом под отклив поставите тоже такая же доска. Но для этого надо замерить окно и установить его. Верхний зазор разбивается утеплителем. Внутренний откос готовый. Осталось поставить наличник. Всем привет! Вы на канале Хороший Строитель. В этом видео покажу, как делали крылечки. У этих крылечек интерес в том, что верхние балки не видать, куда устанавливались стрипила. И подшива делаются на проход. И второе крылечко, оно повыше, оно со ступеньками. Кому интересно, как делали ступеньки рассчитать, можно посмотреть в моем тиктоке. И покажу еще небольшой момент, как делаются подшивы, пластиковые софиты. Что для этого нужно. Первый навес у нас 4 на 1,5. Приступаем раскладывать лаги. Лаги у нас 200 на 100. Это остатки с крыши перекрытия. Кому интересно, можно посмотреть на канале. Есть видео. Пол будет делаться из террасной доски, то есть пролет должен быть 40-45 см. Обвязку балок с торца делаем из доски 50 на 200 и прошиваем гвоздями. Столбы для навеса делаем из бруса 150 на 150. Предварительно проходим рубанком, шлифуем. Дальше вымеряем нужную высоту навеса. И у столба верхнюю часть филиваем под наклоном крыши. Устанавливая крайние столбы, их ставим на раскосы. Дальше со столба на столб перекрываем брусом 200 на 100. Дальше, чтобы этот брус спрятать в крыше, нужно сделать стропилой из доски 50 на 200. Делается запил 200 на 70. Глубина запила делается 7 см для того, чтобы у стропила не забирать жесткость. А брус будет торчать 2,5 см. И это сравняется черновой доской под шивом. Стропила расставляем на крыше через расстояние 70 см. Большой жесткости здесь не нужно и утепление здесь не нужно. Крайнюю стропилу выставляем в обрезе балок. И вот такая конструкция получается. Стропила запилена в балку. Балка торчит 2,5 см. Дальше что мы делаем? Торцуем стропила. Делаем лобовую доску, куда будет в дальнейшем вешаться водосточная система. Дальше подшиваем весь подшив черновой доской, дюймовкой. И в итоге получается вот такая конструкция. Балка полностью спряталась. Дальше делается на этот навес обрешетка и укладывается USB плита. Устанавливая USB плиту, между швами делается стык 5 мм. Если сделать плотно, то может влага напитаться в плиту и расширение вспучить сами листы, стать дыбом. Дальше USB плиту лучше всего накрывать подкровельным материалом. В нашем случае подкровельный материал смотреющийся. Дальше будем делать подшивы. Подшивы делаются из пластикового софит. Для этого нам потребуется всего лишь стартовая обойти вокруг столбов, примыкание к стене. Софиты легко режутся болгатые. И вот таким методом набираем пластиковые подшивы. При этом нам балка не мешает, обходить ничего не надо, делается все быстро. Дальше делаем кровлю, для этого надо установить капельки металлические. Проходим их битонным клеем и забираем саму кровлю. Кровля мягкая. Рец крыши закрываем металлическим добором. И примыкание самой крыши к дому делаем тоже из металлического добора. Обходим перерубы. Столбы у навеса пропитываем, как и дом, маслом в два слоя. Масло наносится очень легко, его нужно, главное, очень хорошо растереть. Теперь покажу момент, как делаются пластиковые подшивы. На этом доме крыша стоит на деревянных перекрытиях. На них нам осталось прикрутить дюймовую доску. Это будет направляющая. Дальше крепится пластик. На угол крепится соединитель. Дальше обходим все перерубы пластиком. Запиливаем под 45 градусов. И набираются пластиковые софиты. И набираются такие пластиковые подшивы. Просто ничего сложного в этом нет. Торец будет закрываться металлическим добором. И дальше на этот металлический торец, уже на лобовую доску, крепится сама в досточной системе. Расставляются крючки, вставляется желоб. На углы устанавливаются трубы. Ну вот, в принципе, таким методом. И собираются все пластиковые подшивы. Вся в досточной системе делается вот таким образом. Лаги полого навеса всего лучше пропитать темным палисандром пропиткой. Делаем это для того, чтобы, когда застелится террасная доска, она делается с зазором 5 мм, чтобы бруски не просвечали. Дальше набирается сама террасная доска. Она собирается с помощью клянеров. Доска у нас 3 метра. А длина навеса 4. Стыкуем в хаотичном порядке. Дальше весь периметр, все спилы закроются. Доборами из такого же материала ДПК. Дальше устанавливается перила. Перила делается из доски 30 на 140. Ставим с расстоянием 10 см. Для начала прохожу биток, делаю ровный круг. Потом саморез закручиваю в пол тела. Дальше с помощью клея забиваем деревянные шканты и стачиваем их болгаркой. Ну вот такое простое крепление получаются у этих перил. Ничего сложного нет. И дальше останется покрытым два слоя маслом. С наружными работами заканчиваем. Теперь можно переходить внутрь. Делать внутреннюю отделку. Полы уже у нас посчитаны, были в сумме. Окна мы сделали. Наличники с обоих сторон. Осталось покрыть. Во всем доме сделан потолок из имитации бруса. Но перед этим весь потолок подшивался гипсокартоном. Шпаклевался. Для лучшей пароизоляции. Сделаны две перегородки из имитации бруса в ванной комнате. И на кухне отгорожен прихожая. Еще такая сумма. Дальше вставлены четыре межкомнатных двери. И плюс две металлические двери. Получается вот такая сумма. Обогревается дом с помощью вот таких обогревателей. И вся проводка будет наружнее. И остается ванная комната. Немножко еще недоделанная. Но осталось установить душевую кабинку. Будет. Унитаз. Водонагреватель. Сверальная машинка. Ну а теперь можно примерно прикинуть сколько получается этот дом. Брус. Фундамент. Перекрытие. Крыша. Крыльцо. Два. Проводка. Отопление. Двери. Перегородки. Ичкамин. Получается вот такая примерно сумма. Но в эту сумму не входит работа. А если считать работу. Сами знаете как договориться. Миллиона полтора. А может и больше. Точно нужно. Ну а пока всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Как понравилось ли вам это видео. Пишите комментарии. Всех. До новых встреч. Пока.